В ходе рабочей встречи губернатор Ненецкого округа и представители компании Русхимгаз обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта по строительству газохимического комплекса. Подробности в сюжете моей коллеги Елизаветы Кабановой. Инвестиционный проект по строительству газохимического комплекса по переработке природного газа на базе Кумжинского и Коровинского месторождения нацелен на долгосрочную перспективу. Первый этап будет длиться вплоть до 2027 года, второй до 2038, а третий начнется в 2039 году. За реализацию проекта отвечает группа компаний Русхим, но трудовые ресурсы будут привлекаться из нашего региона. В будущем, когда зайдут сюда большие строительные компании, до 15 тысяч человек мы ожидаем в пик строительства на всех наших подпроектах, конечно, мы были бы заинтересованы в том, что регион бы нам снабдил нас трудовыми ресурсами, рабочими ресурсами. Мы в ходе нашей встречи договорились, что мы сформируем перечень рабочих специальностей, которые будут наиболее востребованы в период строительства. Располагаться завод будет в поселке Индиго. Само месторождение будет находиться в 290 километров от населенного пункта. При строительстве газопровода будут затронуты территории семейно-родовых общин и некоторых хозяйств. По завершению прокладки земли вернут. Также представители Русхим заявили, что пойдут навстречу местному населению и компенсируют их потери от строительства. Большое внимание также уделено и экологии. И мы будем проходить экспертизу промышленной безопасности, независимую экологическую экспертизу, и, конечно, главу госэкспертизу. И все те вопросы, которые вы обозначили, касающиеся сохранения уникальной природы, вопросы экологии, найдут полное отражение в той проектной документации, которая будет разрабатываться. Этот проект важен для развития округа, так как помимо образования новых рабочих мест, на встрече подняли вопрос о газификации поселков. Представители компании ответили, что рассмотрят возможность проведения газа до Индиги и Нельминоноса. Также хотелось бы отметить и экономическую привлекательность инвестиционного проекта. Для нас очень важно, что этот проект дает нашим жителям. Понятно, что для округа это налоги, это налоговое поступление. И ровно этот вопрос я адресовал представительной делегации Росхима, на что получил ответы. Что да, компания будет зарегистрироваться у нас, налоги будут поступать, в том числе и в наш бюджет. Уникальность проекта состоит в том, что в нем будет полный цикл. От разработки и добычи природного топлива, транспортировки и производства готовой продукции до доставки потребителям. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал Север.